Продолжение следует... Узнать философию, узнать смысл жизни и так далее. Мы почему-то думаем, что это не так. В общем, Европейский университет в Санкт-Петербурге рад приветствовать вас, и открытые философские факультеты, я так понимаю, тоже рад вас приветствовать. И мы сегодня будем обсуждать судьбы философии в данном конкретном времени и месте. Передаю слово нашему соорганизатору Ладе Владимировне Шополовой для вводного слова. Тогда для начала я вставлю, чтобы я тебе попробовала свою историю. Позвольте мне начать наш круглый стол с «Зачем философ в скудное время?» и в первую очередь представить основных участников нашего дорогого гостя Анатолия Валерьяновича Ахутина, которого мы обязательно услышим еще завтра на лекции, которая начинается в 2 часа дня на Лиговском проспекте, дом 25. Прошу, пожалуйста, приходите. От теми Владимирович Магун, которая будет вести вторую часть, посвященную более конкретным вопросам. Предполагаем, что наш круглый стол будет из двух частей, а в среднем мы сделаем небольшой перерыв. Илья Игоревич Мавринский, Нина Михайловна Савченкова, Роман Викторович Светлов, Евгений Митальевич Малышкин, Николай Борисович Иванов и Александр Николаевич Савченков, основные участники нашего круглого стола. Также я хочу, конечно, поприветствовать и аудиторию, среди которой я вижу много наших постоянных участников, много коллег и друзей. И, к сожалению, не могу представить всех, но надеюсь, это случится во время дискуссии, которую мы перейдем после основных частей обсуждений. То есть мы предполагаем дискуссию, ваши реплики, замечания, вопрос, естественно. Наш круглый стол, как я уже сказала, называется «Зачем философскудное время?» и посвящен он смыслу философствования или актуальному актуальности философствования в современности. События, в отношении к которому отделяется философия в современности, мы вслед за Гердерленом и Хайдегером предлагаем назвать «скудное время». «Скудное» — это время, когда боги оказываются в другом мире, когда стерты следы к божественным, когда тускнеют ценности, когда нарушаются предустановленные связи, когда непонятно, что делать и что говорить. Зачем в этом времени философ? Делает ли скудное время философию невозможной или, наоборот, требует ее, провоцирует ее, приводит ее в движение? А может быть, напротив, философия — это то, что движет скудное время, то, что разоблачает скудость времен, то, что открывает иные времена и делает возможным возвращение богов? Конечно, вот этим своим кратким вступлением я не задаю никаких окончательных ориентиров для сравнения спутного времени и отношения философии к ним. Я только сказать, что у нас получится разговор, в котором нам, и многим из нас, получится высказать свое понимание этих вопросов, и что не менее важно и более сложно получится услышать понимание другого. И для того, чтобы начать разговор, я предоставляю слово Владимиру Леонидовичу. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Одна минута лирики. Я так благодарен за, во-первых, за само приглашение меня и за столь радушный прием, что я очень взволнован и напуган. Я извиняюсь просто, что если я не буду говорить достаточно гладко и, главное, быстро, я должен только начать. Но для того, чтобы начать, мне нужно сказать один тезис. Вот я его попытаюсь сформулировать. Значит, первое. Мне чрезвычайно важно эту ситуацию, вопрос о том, зачем философия в спутное время, услышать понятие изнутри философии. Не так, как нам представляется положение современной философии в современном мире, а как сама философия могла бы понять наш вопрос. Поэтому я хочу последовать за тем, как задана наша тема. Она задана с помощью строчки из стихотворения Гёдерлина. И начинается эта астрофа, откуда она взята, с того, что мы, но мы, друг, слишком поздно пришли. И я немедленно вспомнил, что нам известно знаменитый афоризм тоже, философский афоризм этого же времени примерно друга Гёдерлина Гегеля с совами нервы начинает свой полет в сумерках. Вот это самое позднее время. Но в усах Гегеля этот тезис звучит совсем иначе. Это не просто ощущение потерянности, оставленности богами, а, как и положено у Гегеля, сказано, собственно, каким богом, какими богами мы оставлены и почему. Этот афоризм он приводит в лекции по философии права. И он немножечко шире, разумеется, сказано, собственно, куда мы опоздали, почему поздно, что за это вот сумерки. Это сумерки эпохи, которая кончается, даже лучше сказать, завершается. Вообще сказано словом фертик гемарт, то есть готово, вот она готова, как художник изготавливает произведение, говорит, всё готово. Вот тут возникает место для философского осмысления, что, собственно, готово, что произошло, что это за эпоха. Это по гегелевскому языке называется zeitgeist. Его часто в нынешнее время, как и всё остальное, разоблачают, но если мы связываем хоть какой-то смысл с такими понятиями, как новое время или модерн, как нынче говорят, то мы имеем в виду целостность некоторой эпохи, то есть вот некоторый дух времени. Вот этот дух, этот бог, который создал как художник какую-то эпоху, вот он, оказывается, когда заканчивает своё дело, он вдруг может понять, что это, собственно, за дух был. Вот что-то это за исторический бог, который сотворил эту эпоху, это время. Вот тут он впервые понимает это. И это означает конец этой эпохи. То есть уже в 20-м году 19-го века, когда Гегель это сказал, сова вылетела, значит, и то, откуда она вылетела, закончилось. Мы впервые поняли, что, собственно, произошло и что дальше. Понять-то мы поняли, но мы поняли всё, в чём заключается понимание ни больше, ни меньше, как целой исторической эпохи. Нам как бы больше понимать нечем. Вот это и связано с тем, в чём обычно обвиняют буквально Гегеля, что всё, он понимал свою систему как завершение всего, при этом не какой-то эпохи, никакого-то нового времени, а всей истории развития этого самого, ну, по меньшей мере, европейского духа, хотя он туда, как вы знаете, включил и всё, так это, для полноты, весь Восток и так далее. Так вот, через год примерно он читает лекции, ведёт по истории и философии, которые заканчивают таким образом, очень любопытная игра фраз. Значит, вот эта конкретная идея, которую усвоил дух, есть результат стараний духа на протяжении всей, своей серьёзнейшей, почти 25-ти вековой работы вся история. И, чтобы стать для самого себя объективным, познать себя. И он приводит строчку из Вергилия, очень интересную строчку. которая, я не буду читать её по-латыни, вот так много трудов понадобилось, чтобы дух познал самого себя. Это ипсум когнос церементам, чтобы дух познал, когда прочитываешь эти строки, думаешь сразу, что вряд ли Вергилия мог сказать что-то в этом душе. Дух познать самого себя в иноиде Вергилия, извините, и тогда мы, ну, конечно, не мы, комментаторы, разумеется, говорят нам, что за строчка. Так столько трудов нужно было, чтобы заложить основание Рима, потому что Эней долго мотался по Средиземному морю, прежде чем он доплыв и основал. Итак, что мы тут видим? Не завершение, не завершение, мысль тут обращается на другое, а начало. Вот столько трудов 25 веков нужно было, чтобы дух познать самого себя или всё-таки заложить основу чего-то другого, какого-то великого града. Значит, вот вопрос, который я формулирую и сейчас закончу. Философия сразу же оказывается, во-первых, в каких-то сумерках, а по-немецки ещё есть слово не деммеринг только, а свелихт это значит двусветие, то ли это сумерки заката, то ли это сумерки рассвета, это вот такое промежуточное время, что-то кончилось, ещё ничего не началось, но уже что-то должно или может начаться. Понятно, что это очень глубокая внутренняя трудность самой мысли Гегеля, которая построена постоянно, как самокритика, а в конце она должна закончиться, закончиться, а как же критика, что же заканчивается, или она прекращает относиться к себе, да нет, она продолжает относиться к себе, она себя как объект впервые видит, так вот ситуация, и так она в сумерках, то ли заката, то ли рассвета, не очень ясно, и главная трудность состоит в том, что то, что было, она может понять и понять до конца, а то, что будет, у нас ничего нет, у нас почему нет, потому что всё, чем мы что-то понимали, теперь мы поняли, то, чем мы понимали, разум, которым мы понимали, разум, который мы мыслили долго, 25 веков мыслили, мы его наконец поняли, всё, и что там может быть дальше, у нас нечем понимать, вот эта ситуация, нечем понимать, что происходит, это чрезвычайно значимое, на мой взгляд, для того, чтобы понять, в каком положении находится философская мысль, не потому что там внешние обстоятельства, это само собой, внутри философское обстоятельство, конечно, сформулированное на языке Гегеля, значит, только обратим внимание вот на что, философия, как известно, от другого автора, она, вообще говоря, непонималка, непониматель, она родовспомогательница, она, это самое, повитуха, она не собирается ничего понимать, она позволяет родиться мысли, родиться, не Сократ понимает, а он помогает у своих собеседников родиться мысли, и так, вот вам первое, первое, как бы, просвет, вот рассвета, да, что философия понимать не умеет, она все, как она понимала, она поняла, теперь она как-то должна понимать по-другому, но главная ее задача, не в этом, главное дать родиться тому, тому чему, а вот какому-то новому, кавычкам говоря, Богу, то есть тому, кто способен делать вот эти самые произведения, историческую эпоху, или действительность, как говорит Гегель, вот внимание к тому, где эти зачатки того, что называется действительность на гегелевском языке, это очень мощная вещь, это греческая энергия, это то, где в этиесе совершается, значит, вот это вторая сторона дела, значит, задача философии в это самое скудное время, да, промежуточная, ночь, рассвет, ее задача увидеть, уловить, уловить росток нового, такого нового, который способен на бытие действительности, способен на бытие исторического духа, Бога, ну, не в религиозном смысле слова, не обязательно в религиозном, все, 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 все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, вот, Анатолий Валиянович озвучил, мне кажется, очень важная такая определенность философского жеста, да, который может быть уместным в эпоху скудных времен, и этот жест создания условий для рождения мыслей, да, и сохранение, ну, то есть, удержание этих условий для рождения мысли, для рождающейся мысли. И вот я хотела бы тоже пригласить коллег продолжать разговор, и в этом смысле, может быть, подключить вот этот момент тоже, обсуждать и предлагать, да, некоторые идеальные, да, или предположительно идеальные философские жесты, которые, может быть, имели уже место, да, вот, в традиции, Анатолий Валиянович засылается на Сократа, да, а может быть, и не имели, но мы можем их описать, да, вот этот вот какой-то правилный философский жест, который возможен и необходим в скотные времена. Анатолий Валиянович, считается, или обязаны смениться те способы, которыми мы понимаем. Вот Хайдегер в той статье, которая, ну, из которой, из которой вырастает название этого круглого стола, он говорит о священном, он говорит о натяжённом, ну, которое в новое время становится протяжённым, да, и он, вот он говорит об отвлечённости людей от животных, причём, там в этой статье так сказано, как если бы, как если бы это была зависть, ну, то есть, вот зависть людей по отношению к животным, потому что животные включены, а нам ещё нужно расплачиваться за вот это отстояние. И Хайдегер в этом смысле перечисляет то, чем жест делается, чем жест философии делается. Ну, и кажется, ну, вот таков итог, в общем-то, статьи. А вы говорите о другом, вы говорите о том, что заканчиваются те вещи, которыми мы понимаем. Почему, собственно? Ну, вот, я буду стоять. По логике Гегеля, во-первых, поскольку всякая ступень, пройденная этим мыслящим духом, она устроена таким образом, что он обращает внимание на себя, и, как он выражается только в феноменологии, извлекает опыт, что он неправильно, что это мыслило неправильно. И она извлекает опыт о себе, сознание извлекает опыт о себе. Ну, то есть, мы можем сказать просто, мы извлекли исторический опыт из нового времени, или же, а все, все истории. Наше понимание, по-гегелевски, это извлечение опыта. Кто мы такие, как мы мыслили, что происходит, и так далее. Мы извлекли опыт, мы должны измениться по гегелю. Извлечение опыта, этот человек стал опытнее, он должен измениться. А тут изменяться некуда. Почему? Потому что дух сам себя знает. Вот ему, у него нету предмета понимания, да, он ни к тому не может понимать, что у него, кроме самого себя, гегель, да простит меня его тень, поступает в конце просто нечестно. Он говорит, он свободно отпускает себя в природу, то есть в то, что не он, да. Ну извините, мы прошли природу, натурфилософию, мы ее прошли, честно, за вами, след. Теперь же нам скучно туда возвращаться. Но тем не менее, это самоотрицание гегелевского, самоотрицание духа вписано в саму гегелевскую логику. Вот это я и называю обнаружением того, что мысли нечем понимать. То, чем она понимала, оказалось не тем же, уже все не годится. Я взвлек опыт, что это закончилось. А теперь, если возвращаться к Хайдегеру, не к этой статье, которую я поленился перечитать и посмотреть, а к тому, что он говорит относительно Гегеля. Хайдегер, не знаю, согласятся ли со мной, мои коллеги, на мой взгляд, абсолютно гегельянец. Он двигается в сторону противоположной, да? Это метафизика, между прочим. Между прочим. Вот вам конец, вроде бы, эпохи у Гегеля, но она на протяжении ста лет, а может и больше, продолжала заканчиваться. И переформулировка, как преодоление метафизики, это тот же самый жест. Она была, она постоянно, и каждые 20-30 лет нам говорилось, что все кончено. Я напомню знаменитую фразу из этого самого Вартенбурга, из письма Дейстей, что человек, но во времени начавшийся с возрождения, готов к погребению. Все, концы. Дальше там закат запада, все, концы. Дальше кризисы, все, все, это конец, конец, до сих пор мы никак его не похороним. Гегель нам сказал, что все, теперь уже можно хоронить, а мы его никак не похороним. У нас уже постмодернизм, у нас все, что угодно, не пост, не классическое и так далее. Так только то, что мы не можем назвать этого нового, кроме как пост, не и так далее, уже говорит о том, что мы не знаем, что происходит. Мы не можем назвать, не можем назвать это гроб дел, все, мы не понимаем ничего. И Хайдегер говорит в этой связи, Если уж говорить о его фундаментальных темах, о новом начале, новое начало, это не то, которое продолжает. Он же говорит по отношению к Гегелю, надо сделать Шри Цурюк туда, откуда он еще начальнее, чем он начал. А тогда мы получаем в конце, ведь передвижение вперед, есть возвращение и назад, как известно по Гегелю, тогда в конце мы имеем надежду получить нечто, где скрывается смысл нового начала. И тогда, но что касается меня лично, я говорю, что жест философский, жест нынче, это внимание, внимание и только внимание, а не конструирование никаких систем, никаких концепций, это все уже было. Внимание, надо найти тот зародыш, тот росточек, потому что по Гегелю самому мы узнаем из феномологии духа, что новое, у него же это эпохи-то уже были, новое имеет вид маленького, ничтожного, незаметного, клеточки, как говорили марксисты наши, которые вот надо разглядеть, где эта клеточка. Это жест вот какой, вот внимательно, ну почти чутья, да, вот чутья животное вынюхывает, где эта косточка зарыта, вот ее вынюхать и вот к ней все внимание. И дать ей, конечно, раскрыться при условиях порождения речи и всего и всей Сократовщины. То есть позиция современной философии насквозь Сократовская, которая должна найти своего алкериада, должна найти своего... Спасибо. Ну вот, про конец, все-таки я бы немножко пропонировал, потому что действительно было довольно многое достигнуто и философией, и мировым духом, и людьми. В принципе, вот изобрели атомную бомбу, изобрели мобильные телефоны, определенный прогресс есть, победили туберкулез почти. Но, тем не менее, мы не имеем вечного мира, который, казалось бы, при помощи атомной бомбы уже должен был наступить, она для этого изобреталась. Мы, на самом деле, имеем страшную скудость, упомянутую в Индии, в Африке, где миллиарды фактически недоедают при нашем огромном богатстве. И мы, в принципе, имеем довольно много знаний о действительности, которые бы могли уже нам дать некоторую систему знаний о Вселенной, более или менее, на уровне наших конечных возможностей. И, главное, дали бы каждому человеку, научив его алфавиту, дали какие-то инструменты управлять собой в жизни. На что философия, кстати, почти с самого начала была направлена. Имеем ли мы это, дорогие товарищи? Нет, мы этого не имеем. Почему? Я имею в виду способность обычного человека собой управлять. Нет, вот бумажки заполняется он или она умеет. А какого-либо здравого смысла в руководстве собственной деятельностью этот человек не имеет, ну, как и, естественно, знание его действительности. Более того, мы имеем регресс в последнее время, там, люди верят тому, что по телевидению показывают. Вот, раньше не верили. Потому что лучше было преподавать наукой. Значит, вот, так я к чему говорю? Что, соответственно, мы не живем во времени, когда что-либо завершилось. Мы живем во времени, когда мы были на грани того, чтобы что-то завершилось. То есть, человек по природе, он склонен впадать в энтузиазм. И вообще, ну, как у человека есть гений, да? В частности, философский гений. Но проблема этого гения в том, что он замирает на пороге собственного совершения. Он боится себя. И философия боялась себя, испугалась себя, я бы сказал. И если мы посмотрим на, там, развитие философии после Второй мировой войны, это вот такой, как бы, жест ежа, да, которого, там, коснулись, и он сворачивается. Ну, вот, то, что Бадзилл называет антифилософией, аналитическая философия. То есть, уход философии от, собственно, амбиции, действительно, познания и создания рациональной субъективности. Не побоюсь этого слова. Мы испугались, вот. И Хайдеггер, собственно, об этом и говорит, вот, в этом тексте, про схудость. Хотя я повторяю, что схудость, и Хайдеггер это прекрасно понимает, она же и богатство. Это вообще имеет в виду экономическое отношение к космосу, которого мы достигаем, когда мы, в общем-то, вроде бы, что его уже конституировали. Тогда он, типа, наше имущество, но его у нас нет. Вот. Так вот, Хайдеггер говорит, что вот эта бездна, в которой мы оказываемся в этом просвете времен, какие жизненные качества она от нас требует? Вот, что Лада спросила. Что вот, как человек, как я должен себя вести, чтобы быть хорошим философом? Умным быть, ну, это понятно, но это, как мы все понимаем, недостаточно. Да, нет, что-то еще нужно. Таким вот, хитрым, наверное, тоже надо быть. Но, помимо этого, надо быть еще смелым. Да, это я и Макиавелли уже учил. Надо быть не только хитрым, но и смелым. И вот Хайдеггер это повторяет, он говорит, что человеку в скудное время больше всего нужна отвага, потому что он беззащителен. И вот этой отваги нам с вами, как философами, и не хватает. Вот, потому что надо быть смелее, надо формулировать общие системы мысли и руководство для всех людей планеты, как жить. Мы этого не имеем. Где это? Вот, мы будем говорить о завершении, когда каждый присутствующий в зале напишет такую систему. Можно одно словечко только, да? Я не считаю, что то, что описал Артемий Владимирович, показывает, что что-то не завершилось. Завершенное может бесконечно тянуться. Вот то, что описал Артемий Владимирович, я называю, ну как это нельзя сказать, ну тянется. Это что тянется-то? Все то же самое развитие, модернизация модерна, техника, да, конечно, она будет развиваться и так далее. А Гегель, сколько там, сто слишком лет назад сказал, ребята, это все кончилось. Значит, что кончилось? Разумеется, не производство, разумеется, еще дальше их там очень много. А место этого в действительности, то есть действительность другая, а мы ее не понимаем. Мы живем в старой действительности, вот о чем речь. И то, что вы предложили, смелость в смысле построения указаний людям, как им нужно руководиться самим собой, это все старая действительность, которая кончилась уже у Гегеля. Потому что Гегель говорит о том, что нужно изменение в голове, грубо говоря. Нужно изменение способа мыслить, способа осмыслять. Вот к чему обращена философия. Она никому никаких назиданий не дает. Она задумывается, ну как я мыслю? Не в психологическом плане, разумеется, не в смысле когнитивности, а в смысле философском. Что значит вообще мыслить, понимать и так далее. Ну извините, я... Ну да, нет, тут просто два разных видения, очевидно. Вот извините, вот вы сказали рациональную субъективность, так она старая. Речь идет о том, чтобы изменить смысл и рациональности, и субъективности. В этом-то я как раз согласен. Я считаю, рациональность, естественно, разумная, а не рассудочная. Просто для меня... И разум должен изменить. Для меня философия – это наука. И, соответственно, все науки этой философии мы должны вернуть их под ее начало. Артемия Владимирович, вы ее выделяете. Аристотель вам возразил. А кто с ним с Аристотелью? А кто с ним с Аристотелью? Крупный столб. А кто с Аристотелью? Останавливает спорт, полемику разума останавливает перед ее словом Роману Викторовичу. Тоже, наверное, все-таки стоя, потому что аудитория такая почтенная и внушительная. Я две вещи хочу сказать. В общем, на самом деле, продолжение того, что говорилось раньше. Но одну, может быть, немножко в сторону уходящую. Мне все-таки кажется, что тогда, когда философия действительно, время всегда скудно. Ну вот Платон живел в роскошное время. Сократ. Рассвет Периклов. Почитайте речь надгробную Перикла из Фукидиды. Почти либеральные ценности описываются. Ну, понятно я. В кавычки и так далее. Свободен, могу заниматься чем хочу. Не качаюсь каждый день, как спартанцы. Тем не менее, побеждаю их. Настоящая, замечательная жизнь. Комфорт, уровень комфорта замечательный, прекрасный. Вот. А для Сократа скудное время. И для Платона скудное время. Не тот кругоборот космоса. Все впереди будет, видимо, не так уж хорошо. Конечно, возможно, благовремение, когда удачный философ рядом с продвинутым политиком окажется. И что-то сложится. И для этого он воспитывает, в этом воспитывает своих учеников. Ну, одна из целей Академии. Это, конечно, не только, не исключительно. Но, тем не менее, вот скудное время. Мне кажется, что действительно, скудное время, почему-то, ведь, могут... Эту метафору можно понимать и хайдеговски, а может понять и буквально. Бывает совсем скудное время. Но вспомним раннее Средневековье на Западе. Ну, где там философия, где там философия. Хорошо были книжники, сохранявшие мудрость, плюс илландские монахи, не забывшие языки. Вот. Ну, и Византия где-то под боком еще там существовала. Ну, мне кажется, то есть, вот немножко усиливая этот тезис, то, что Анатолий Иванович сконцентрировал на Гегеле, вот на современности. Да, я все-таки, как историк, мне кажется, что это мы такого рода можем вещи обнаружить раньше. Но в продолжение того, что было сказано, вот эта вот внимательность, о которой здесь шла речь, я опять же сошлюсь на Сократа. Пусть меня опять прикнут, как там на одном из встреч, вот архаичный тип, архаичная утопия. Но Сократ был внимателен, собственно, как антисфенкинг, даже с фонарем ходил, искал ростки будущего. Вот. Но что при этом, что это было за жест? Это было еще и жестом провокации. Ну, провокации не в смысле панковской, там еще какой-то. Хотя антисфена, это панковская провокация. Вот. Это провокация, интеллектуальная провокация. Вот вы мудрый, я нет. Ну, может быть, вы меня научите, я найду эту мудрость у вас. Это так воспринималось. Если говорить об актуальности философии, пока она воспринимается как конформистка, комфортная для общества социум философский, тогда он не будет актуален. Философия – это всегда протестантизм, без религиозного смысла этого слова. Это нормальный способ развития общества, вписанный в него. Вот если не будет провокации, вот в таком смысле, тогда, собственно, и не найдется росточек тот самый. На мой взгляд. Спасибо. Ну, вы уже знаете, уже добирается определенный жест. Внимание, мужество. Я бы все-таки не возражала против мужества, которое произнес Артем, тем более, которое нужно для провокации. Вот. Мужество, внимание, провокация, да. И вот разрушение комфорта – это то, что может делать философ. Замечая, да, или вот разоблачая, да, или останавливаясь искусственные времена, ну, делая что-то с ними. Я, Игорь Ильич, пожалуйста. А, извините, не поймала шест. Я абсолютно, да, постою. Понимаете, это, мне представляется довольно симптоматичным та точка, в которой, симптоматичная та точка, в которой дискуссия мгновенно нагревается. Именно точка конца, завершения, финала и так далее, да. То есть само по себе это то, что уже нас каким-то образом собирает непосредственно в некоторой речи, да. И мы понимаем, что это очень древний жест, да. Мы помним еще патоновскую интуицию, философию, да, есть при уготовлении к смерти. И когда, вот, речь заходит о некотором конце, да, то мне вспоминается игра, которую демонстрирует Элиот в четырех квартетах. Сначала, говоря, в моем начале мой конец, да, второй квартет, да, а завершается третий квартет, да, в моем конце начало. И в этом отношении, да, мне представляется, что когда, вот я, скажем, слушал Анатолия Ильяновича, это была одна из таких метафор, сопровождающих. В речи для метафора смотрения, с какой точки мы смотрим, да. И мы помним эту метафору так, как вводит ее Левниц, когда мы смотрим на один и тот же город с разных точек, мы видим разный, но город остается одним и тем же, да. В этом отношении есть некоторый наш жест по направлению или в сторону тех времен, которые мы называем спутными, да. И этот жест может быть жестом, да, который ведет к концу, да, жестом, который ведет к сборке некоторой рациональной конструкции, которая всегда может быть собрана, которая всегда будет, да, цельной, герметичной, да, и которая в очередной раз продемонстрирует для нас некоторую смерть. Чего только не умерло после смерти Бога Унича, да, сама жизнь, сама смерть, объект, объект и так далее, и так далее, и так далее. Эту череду можно платить сколько угодно, да, и в этом смысле мы получим очень странную фигуру философа, как клинициста действительности, то есть субъекта, который описывает симптомы неизвестной болезни. Чрезвычайно странную, да, и в этом смысле, да, ничего не вызывающего, кроме жеста некоторого отторжения или отказа, ну, у меня, по крайней мере, да. Но есть и другое смотрение, да, есть возможность принципиально иного взгляда, а именно взгляда из конца в начало, да, взгляда перемены оптики или перемены той самопонимания или тех способов доступа к реальности, с которыми мы сталкиваемся, с которыми мы говорим. И это, как представляется мне, тоже жест очень и очень древний, да, жест, которому я впервые научился у Платона, всем очень хорошо известно вместе, да, когда старый Сократ спрашивает молодого Парменида, как быть с идеями пыли, ссора, грязи, обрезков волос и прочей дряни, да. И мы знаем ответ Парменида на реплику Сократа, что мне стыдно, и я убегаю, и краснею, да, философия не обладела тобой полностью, да. Потому что если бы она это сделала, как когда-нибудь, я уверен, на это случится, говорит, да, Сократ, то тогда ты не будешь этого бояться, да, тогда ты будешь тем, кто сможет с этим совладать. И в этом отношении, мне так кажется, что в дополнение к тем жестам, которые сказали коллеги, да, жестом философа в отношении искудных времен является воля, да. Воля как то, что ведет к мужеству признания того, что ссор – это ссор, пыль – это пыль, грязь – это грязь, и это может и должно стать предметом мысли, и тем самым, да, уравнять, если угодно, да, скудость времен, или наделить их некоторым, да, своим содержанием. Мне представляется, что, да, в частности, этот жест, например, совершает, пытается, по крайней мере, совершить в 20 веке Фуко, да, когда обращается к архивам, к тем вещам, которые вроде бы неинтересны, которые вроде бы разбросаны, которые вроде бы ускользают от взгляда, или даже намеренно изолируются, дистанцируются и так далее, да, показывая нам, что всякое скудное время является таковым до тех пор, пока мы не нашли в себе воли к мужеству того, чтобы сделать его менее скудным. Хочется поддержать тему концов и начал. Гольдерген говорит, мы пришли слишком поздно, и меня, наверное, занимает вот это «слишком поздно», потому что мне кажется, что речь не идет о том, что мы опоздали, и что мы не успели, о том, что слишком поздно, что это как бы характеристика временной модальности, и особой временной модальности, которая находится в определенном отношении к этому завершенному целому. И я только сейчас это услышала, когда Анатолий Ворианович читал эту строку и тонировал это именно таким образом, поэтому я могу это только зафиксировать пока. И мне кажется, что тема поздно и тема скудно, они, ну как бы, я сейчас осуществлю некий схематизм, может быть, насильственный, но мне кажется, что они могут встретиться, потому что скудность – это ведь специфическая форма отрицания, и это не та форма отрицания, которую культивирует Геем, то есть скудность не связана с негасой, она связана с какой-то рассеянной, распределенной недостачей. И, наверное, можно было бы сказать, что если как бы отождествлять эту фразу, идентифицироваться с фразой Гёльдерлина и думать о том, что мы тоже пришли слишком поздно, и думать о собственном времени как о скудном времени, то, наверное, можно было бы сказать, что вот это отношение к завершенному целому связано с той системой производства ложности, которая характеризует то время, которому мы принадлежим. Мы сохраняем верность вот этому завершенному целому, но сохраняем верность очень специфическим образом, систематически фальсифицируя все то, что там имело место быть. И в этом смысле мне кажется, что последовательный жест философа может быть двояким, связанным с аналитическим усилием и с привычкой к развлечению, которое любого философа, наверное, отличает. И вторая сторона этого жеста – да, безусловно, это внимание. Первая аналитическая составляющая жеста, мне кажется, могла бы быть реализована как некоторое систематическое указание – не то. То есть мне кажется, что философ – это человек, который на всякую ситуацию производства ложности говорит не то. И совсем не обязательно, что он может сказать, как именно это нужно, то есть он не знает, как это нужно, потому что мне тоже кажется, что это не очень-то у нас хорошо с пониманием. Но зато он может сказать не то, и больше некому, может быть, это сказать, потому что поэты работают с метафорами, а метафора – это не инструмент вот такого рода утверждения. И вторая составляющая, касающаяся внимания, мне кажется, что это, ну то есть, что речь не идет об остром чутье, об связанном с обнаружением конкретного зародыша нового начала. И в связи с Гельбергеном, мне кажется, что он переживает некое такое состояние человека, который заблудился во времени. И мы, возможно, тоже являемся такими заблудившимися во времени. И мне кажется, что то внимание, на которое мы обречены, это такое внимание в отношении всего, потому что то новое начало, которое может прийти, то есть, если оно придет, оно не придет в каком-то определенном месте, то есть это начнет происходить везде совершенно. То есть это невозможно будет зафиксировать. Ну то есть в этом смысле тот, кто слушает, а слух – это хорошая штука. То есть если раньше мы были как бы сосредоточены на взгляде, и, возможно, идея острого чутья, она как-то связана с привычкой рассматривать какие-то вещи, то есть всматриваться. Ну а слух, звук, он идет отосюм. Поэтому, ну то есть, может быть, речь идет о таком рассеянном внимании. И в связи с этим вторая сторона философского жеста, мне кажется, это тотальное разоружение. То есть, во-первых, философ – это тот, кто говорит не то, а во-вторых, это тот, кто тотально разоружается. – Молча. – Спасибо. – Ну это бомж. – Да, а вот я сейчас передаю слово Евгению Таччу, только вставлю такую одну реплику чистого вопрошания. Это у меня не тезис, а вот то, что у меня возникло. Вот эти все жесты, о которых мы говорим, у меня создается очень такое неявное, но тем не менее подозрение, не направлены ли они как бы от кого-то, от того, кто обращает внимание, именует, валит, оказывается мужественным. И вопрос, который у меня возник, такой риторический практически пока, насколько этот жест является обращенным на себя в том числе. То есть, внимание ли это, которое приходит ко всему, что может прийти отовсюду со стороны, и поиск алкивиада, ну то есть другого, из которого это возникнет. Или это принципиально в том числе, а может быть даже и по преимуществу, жест обращенный на себя. Вот как бы это такое, я вставляю в промежуток, и вот, извините, и дальше туда. Вот на этот вопрос я бы хотел твердо и убежденно сказать «нет», решительно. То есть, сейчас я поясню. Ну вот, мне очень понравилось то, что говорила Нина, вот об этом мычащем философе, который что делает? Только и делает, что говорит «не то, не то», и, ну так, машет головой даже, да? И в этом и состоит его способ такой присутствия, включенности. Но, вообще говоря, ведь эта включенность означает, что события, которые мы воспринимаем как некогда сбывшиеся, ну вот, на которые мы опоздали уже, то есть, вот как Гюргерлин говорит, уже поздно, это не означает, что вот это вот, ну вот это некогда, оно вовсе не, ну не где-то в истории. Вот тогда было, что вот тогда были боги, вот их было трое, и они ушли. И мы должны, вот теперь по этим следам, значит, отыскивая следы, возвращаться к тому, куда уходили боги. Вовсе нет. В этом смысле, вот даже когда мы, ну вот я размышлял о том, как сформулирована, как сформулирована тема этого круглого стола, скудное время, что может сделать философ в скудное время? В общем, непонятно, что он может сделать, потому что непонятно, кто так, ну вот мы же в прошлый раз выяснили, кто такой философ, философ тут не боится. И что может сделать? Да ничего особенного философ-то сделать не может, он ничем не отличается от других. Он, единственное, что он может сделать, это вот сохранять вот эту верность, и мотать головой. Но, это я все к чему клоню, что у нас, вообще говоря, порядок жестикуляции изменился. Ну, и вот теперь, возвращаясь к решительному нет по отношению к направленности на себя самого. Когда есть направленность, когда есть историчность? Вот есть некоторая заданность от прошлого к будущему, и в ней, в этой заданности, действительно единственная возможность опереться на что-то, что не проходит, это вот это вот картезианское «я». Философский жест, который не очень отличается от любого другого жеста, это жест телесный. Ну, то есть никаких других жестов не бывает попросту. Я хочу обратить внимание наши коллеги на то, что, ну, там, открытый философский факультет, вот то, что мы здесь собрались, это все благодаря какому-то другому чтению, другому письму происходит. Вот такого чтения и такого письма никогда не было. Ну, вот условно назвать его можно электронным, там, или еще как-то. Ну, это другой способ обращения со временем попросту. Не обязательно, то есть если у тебя, и обращение с памятью, если у тебя есть электронная память, это вовсе... И если ты при этом уже умеешь обращаться с памятью, ну, потому что невозможно посредством компьютера научиться чему-то, да? Но если уже умеешь, то тогда вовсе вот это вот время, оно больше не разбирается на образцы прошлого и недостижимые вершины будущего. Оно другое. В этом смысле, да, жест, ну, как бы, что может сделать философ? Он может обратить внимание на то, чем, собственно, производится жест, вот этими понимательными вещами, о которых говорил Анатолий Валерьянович, и Крахея пытался переспрашивать, но, да, их сложно уловить, но они там, где сам жест, а не там, где... ну, они за его пределами. Там, где жест происходит, и вот уже все, он, 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 жест уже разваливается на неисторические моменты. Ну вот, вот об этом я и хотел, собственно, то есть вот в этом была такая, просто хотел обратить внимание на это. Хорошо, пока с возражением соглашаюсь, и слово Александра Винковича передаю. Ну, вы видите, как бы, я с того, что я тоже не выполнил домашнего задания и не прочитал соответствующие тексты, да, уже об этом говорилось, да, но, и тем не менее, я посмотрел вот некоторые русские аналоги. И в отношении времени, конечно, у нас есть свои, безусловные, такие авторитеты, и, ну, одним из таких главных является Мандельштан. Время в нем многообразно. Есть время, там, разные, там, зверинные формы имеют. Не знаем, там, волк, волк, адаптам. Вот, есть время, которое, так сказать, плодотворно, в себе его можно вспахать, засеять, там, и так далее. Вот, но есть голодное время, да, вот голодное время, это его, тоже известная реакция, связанная, в общем-то, с революцией. В это время появляется вот это представление о голодном времени. Мандельштан говорит о голоде отдельной личности, говорит о голоде государства, которое там готово все пожирать. И в конце концепта говорит о голоде времени, которое пожирает само государство, и поэт должен ему посочувствовать. И он, в общем, в этой статье, ну, это статья, там, слова и культура, он цитирует свое стихотворение, где о времени тоже сказано, причем, ну, в очень такой трагической тональности, ну, вы знаете, стихотворение, само по себе трагично, прославим братья сумерки свободы, да, это, правда, для наших соотечественников, для нас с вами, это такое естественное состояние, да, но не совсем, мы не хотим его делать естественным, мы верим, как бы, в это, ну, что делать, ну, вот, так у нас получается. Прославим сумерки свободы, да, ну, что это, ну, или там дальше у него там, прославим власти сумеречное, сумеречное бремя, ее невыносимый гнет, ну, что тут славит невыносимый гнет, и дальше, в ком сердце есть, то должен слышать время, да, вот не на права, тут надо слышать, как твой корабль ко дну идет, ну, какая-то вот, такая поэзия безнадежности, но эта поэзия безнадежности, она, поскольку она все-таки, это поэзия, она, в общем-то, в некотором смысле содержит в себе надежду, то есть надежду вот через, именно, потому что безнадежность, это фиксация правды этого момента, или этой жизни, и отсюда, в общем, это философский момент, безусловно, вот у Мандельштама здесь присутствует, но это вот одна сторона, другая сторона, вот есть тезис Канта, о том, что есть, вообще у философа есть стандартная задача, ну, в данном случае, это, конечно, моя несколько субъективная такая интерпретация, ну, если кто-то из коллег хочет поспорить, я готов, вот, что задача философа, ну, в силу того, что истина субъективна, а субъективная истина, она амбивалентна по отношению к субъекту, да, может быть разрушительна, может быть утвердительна, позитивна, для того, чтобы она была позитивна, ну, вот, необходима некая рефлексия по аналогии, и для того, чтобы эта рефлексия, то есть, а суть в этой рефлексии в том, что мы должны чувственный образ подвести под моральное понятие, это стандартная задача философа, подвести, ну, под чувственным образом имеется в виду, там, ну, можно сказать, реальность в широком смысле, под моральное понятие, я считаю, что на самом деле это никто не отменял, и эта задача сохраняется в любое время, как его не характеризовать, скудная, вот там, нескудная и так далее. Но мы понимаем, да, что, понятно, что времена сейчас другие, мы понимаем, что чувственный образ, ну, для Канта это был как бы репрезентативным, более-менее, ну, не прозрачно указывающим на какую-то реальность, сейчас, безусловно, это не так, мы понимаем, что все чувственные образы, они уже не вовсе не прозрачны, и так далее. И вот недавно, вот, последний фильм Сокурова, где он, как бы, это проблематизирует, ну, его интервью, связанное с франкофонией, он говорит о том, что современная визуальная культура, культура, которая, вот, строилась на искусстве оператора, на объективе, там, на, ну, это, как бы, культура игры в правду. Сейчас, вот, современного человека, вот, она уже, как бы, нереальна. Ну, для его какого-то убеждения, для передачи культурной памяти. Ну, там есть проблема в франкофоне, это, вот, Лувр, там, и культурная память, как она передается, и вот, так вот нельзя это делать. Ну, с другой стороны, мы знаем, что моральные понятия, они сейчас тоже, как бы, ну, Хан Ааринт, там, пишет, да, что все, практика тоталитарных режимов, она все исказила, и мы уже не можем пользоваться этим, вот, гуманистическим дискурсом. Личность, свобода, там, и так далее, и так далее. Вот, с другой стороны, теология нам говорит о том, что проблема современного человека, что ему можно объяснить, что такое грех, вот, в церкви ему объясняют, объективно, что это такое, но сделать вот это, содержание этого понятия, содержанием его внутреннего опыта, уже невозможно. Внутренний опыт современного человека, он изменился, и в данном случае мне представляется, что, ну, и Кант, собственно, полагает, что подвести, значит, вот, собственно, это визуальное, что-то визуальное подморальное понятие, мы должны следовать гению, то есть Кант отказывает от философии в гениальность, отказывает на плюс, гениальным может быть только художественный опыт, и философ должен, как бы, следовать этому художественному опыту. Ну, современная ситуация, она усугубляется, если Кант представлял себе более-то просто, сейчас мы просто, в общем-то, даже, философ должен немножко помолчать, то есть, я думаю, мы говорим о смелости художника, философа, но в данном случае, здесь идет о скромности, надо немножко помолчать, то есть, вот в этом диалоге, и выслушать в начале высказывания художника. Ну, в частности, мне ближе к кинематографу, я скажу, что, скажем, тема греха, она, сказать, вот в кинематографе, является актуальной темой для современного такого вот поколения кинематографистов. Ну, вот самые такие ведущие наши акции, вот Кристиан Мунджу, известный румынский там, лидер этого нового румынского кино, и получивший там, Кантский приз за 4.3.2, вот его известный фильм, но этот фильм посвящен, собственно, греху, теме греха. Что же это такое, что он показывает? С другой стороны, вот интересный, безусловно, очень весьма такой нетривиальный художник, в смысле, режиссер Сергей Лозница, украинский. Да, он назабочен этими вот русско-украинскими отношениями, но если отвлечься от этого, то тема греха представлена блестяще в его вот опысах. Конечно, там, понятно, много такого критического по отношению к русской реальности, ну, что же сделать? Ну, и Андрей Звягинцев, скажем, тоже вот, особенно там изгнание там, ну, и так далее. Где вот пустота внутреннего, она очевидна, там, у героев, скажем, изгнание, которое вот это еще не может подменить. Вот. И мне представляется, что вот философ, он должен осуществлять уже какие-то квалифицированные высказывания, инвестиции, вот, в диалоге с этим художественным опытом. Вот как-то его оценивать и использовать вот для этой вот той же самой задачи, подвести реальность под моральное понятие. никто ее не отменял, и никто с нас эту ответственность не снил. Вот. Спасибо большое, Александр Николаевич. У нас добавляется скромность, и на самом деле то, что вы обозначили, да, это тоже внимание, внимание, да, и внимание к другому, от которого может прийти вот это новое, но внимание к художникам, внимание к кинематографам. Николай Борисович, я вам предпочитаю слово. Ну, понятно, что практически невозможно собрать в кучку все отклики, которые рождаются в зависимости от сказанных слов. И все-таки я попытаюсь это сделать по возможности перегнув палок, по возможности радикализировав то, что не может не вызвать возмущения. Итак, с чем нельзя не согласиться? С тем, что если разум должным философским образом воспитан, он должен по меньшей мере трем заветам следовать. Строгости, смелости, скромности. Если исходить из этих конститутивных качеств ума, время покажется страшным. Ну, например, например, скудным. Ну, как стол бывает скудным. Когда маловато будет, ну, вот куда не брось взгляд, а маловато. Понимаете, проблемы с вниманием очень большие, с фантазией, с памятью. Все это страшные проблемы. В общем, о практической форме решения которых и выступает по-видимому, и должна выступать сама философия. В этом отношении невозможно спорить с тем, что у философии нет другого шанса, кроме как начать свое дело с того, чтобы уличить время в его некоторой такой сквозной внутренней антологической иллюзорности. философии тогда, когда философия в этом смысле исполняет свой долг, следуя древние действительно парадигмы, с одной стороны она повивальная наука, а с другой стороны повивальная наука. умирать, об этом тоже уже шла речь, для людей это тайна, но те, которые по-настоящему отдавались философии, знают, что она есть умирание и приготовление к смертности. Если мы серьезно к этому отнесемся, мы в этом не можем не услышать и некоторый принципиальный антитезис, нечто, что не позволяет нам с таким покоем отнестись к этой уличающей позе философа по отношению ко времени. Если прямо обратное и уже не поза, нечто, что выдает сам путь. Есть предел возможные скудости. Скудость ведь она прежде всего имеет какие-то экономические характеристики взятые из нашего обихода. Но видимо и нравственные. Скудное время это скупое время. Понимаете, скупое на внимание, на фантазию, на воображение, на гениальность, на хороших людей, на хорошие вещи. Она скупая. вот, и она пустое. Собственно говоря, оно пустое в том смысле, что скучно, бесконечно скучно жить так, как заставляет нас жить время. И все-таки только с одной стороны. Потому что есть время и есть время. Причем как минимум в трех лицах оно само себе противостоит. Если угодно в трех прекрасных лицах. Во-первых, в лице большого времени. Того времени, которое по ту сторону вот этого самого Кроноса. То есть времени, которое все пожирает. Сколь бы ни было, оно скудным, скучным и жадным оно сожрет все. Так вот, за некоторым исключением. Прежде всего, в лице большого времени, неважно, как мы его понимаем, в лице личности древних или, как скромно трактовал Михаил Михайлович Бахтин, время, в котором тождество неизбывного и изначального с одной стороны и небывалого непосредственно дано нам в качестве предмета не того, чтобы возможного, а обязательного опыта. Во-вторых, смерть видите ли, она не бывает скудной, если она реальна. Если она реальна. И тут ведь вот в чем дело. Все наши разговоры об отваге как качестве, как геттовском качестве мало, пустой звук, пока они не оборачиваются разговором о себе самом. И либо ты перед лицом смерти находишь в себе присутствие духа, либо ты не то, чтобы не любишь заглядывать на глубину, ты просто не знаешь, что такое мышление. И в-третьих, может быть самое близкое, первое, о чем шла речь, и все-таки противостоящее все пожирающему времени. Сумерки. Верители, вот если коротко и без аргументов, они скудными не бывают ни на тех, кто их встречает, ни на тех, кто их провожает. Человеческое существо сумречное. Мы думаем о том и только том, что не дает нам спать, однако то и только то, что не дает проснуться, и мы принадлежим в этом смысле двум временам, и свету, и тьме, и в принципе, раз уж на то пошло, мы сумречны. Это неплохо, нехорошо. Но, видите ли, солнце на твоих глазах заходит, и на твоих глазах восходит. В это самое время творятся самые чудесные вещи с людьми, и говорится людьми друг дружке такое, что даже и слов для себя не потребует. Так что, вот, по-видимому, если в двух словах, востребован или такого рода временем философ. Я не знаю, о ком мы говорим, конечно, но если речь идет о том, кто таки обязан мышление обратить в предмет необходимости, то наверняка да. Спасибо. я бы перетолковала сумерки, по крайней мере, в том виде, в котором вы их представили в любовь. Когда вы сказали о том, о тех словах, которые мы говорим друг другу и всему миру при восходе солнца и при его закате, это, конечно, про это. Друзья мои, я вам предлагаю включиться вас приглашаю на вас включить. Я не услышал твоей позиции. По-моему, я эту позицию своими вкраплениями озвучивала, мне кажется. То есть, во-первых, я сказала, что по моему мнению, под всеми жестами я подписываюсь, по моему мнению, эти жесты обращаются в первую очередь на себя и в этом смысле это жесты, которые предполагают, правда, Анатолий Вильянович сказал, против конструктивизма творение себя, то есть, ты помогаешь рождаться себе в первую очередь всеми этими жестами и в этом смысле миру вместе с собой. То есть, тут я вот бы возразила Анатолию Вильяновичу, в смысле, Евгению Витальевичу бы возразила, что это все-таки с тобой связано, безусловно. И я бы поддержала вот это вот зависание в необходимой новизне, в ожидании нового, при завершенности всего, и поддержала бы вместе, и включив еще в наш разговор Мираб Константинович Мамардашвили, который в одном из любимых моих мест в лекциях по современной философии определяет так современность, да, современное произведение искусства, это то произведение, перед которым мы останавливаемся с невозможностью его понять и необходимостью что-то с собой делать для того, чтобы его начать понимать. Вот, как бы, вот это вот, у тебя нет ничего в распоряжении, да, у тебя нет никаких готовых там орудий, схем, молотков, там, чтобы действовать, да, а тебе нужно сделать что-то с собой, да, у тебя себя нет и как ты застаешь себя вот при этом в этой ситуации современности. Ну и да, конечно, я за любовь. Коля, одну реплику, одну реплику, вот, вот, про я, ну как бы, то есть, я уже аудиторию. Но я думаю, что я услышала тебя, то есть, в каком смысле не на себя, то в смысле, что если, я думаю, да, что в определенном смысле я тебя понимаю, что на себя нельзя, потому что тогда получается, что ты уже есть, да, а, конечно, ты вот в этом жесте перед скудными временами, да, в жесте современности тебя как бы нет, поэтому не на кого обращаться. То есть, в этом смысле я с тобой согласен. Этих ягод можно быть полно, вот, полна горница и, вообще говоря, даже не интересно сравнивать, это то же самое, выяснять, это то же самое я или не то же самое я. Вот, я говорю, что вот, ну, вот есть такая возможность, она просто есть. Собственно, только это и не будет. Хорошо. Так, начнем. Спасибо же. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, сайте. Кого я знаю, я буду представлять, кого не знаю, пожалуйста, сайте сами. Да, знаете, друзья мои, я вот сейчас, когда возникла эта короткая перепалка, то, что много я, мало я, один я, сейчас вот перед нами выступает на этом круглом столе, я вспомнил один случай из благословенных студенческих времен, когда у нас должен был быть семинар по чтению трактата о душе Аристотеля, вот, и мы ждали, что приедет один преподаватель, который всегда ведет этот семинар. А тут открывается дверь, заходит другой. И мы, так сказать, в некотором шоке, потому что, ну, знаете, как-то уже складывается определенный язык, когда уже складывается определенное понимание друг друга, а тут входит посторонний человек, как нам казалось. Он так посмотрел на наши ошарашенные лица и говорит, вы что, думаете, что философы так уж отличаются другом? Вот, поэтому, вот для меня сейчас все, кто выступал на этом условном столе, сливаются в некоторую коллективную личность, хотя, понимаете, это несправедливо. Вот, и есть, у самого иногда проскальзывает там желание вцепиться в горло Евгения, как ты, Виталий Витальевичу, спасибо, Евгению Витальевичу и так далее, по списку. Да-да-да-да. Вот, но вы знаете, я что, что, вот, пытался как-то выразить для себя, что я понимаю во всем происходящее. Мне кажется, что вот весь этот разговор о бедных, скудных временах, он, на мой взгляд, сводится к тому, что коллеги и я сейчас, мы пытаемся указать на одно событие, на начало философии. Философия начинается таким образом и в своем начале имеет дело с некоторым хаосом, который еще предстоит упорядочить. Вот эти вот сумерки, которые были заданы с самого начала и которые дальше продолжаются, вот это время, которое, время всегда какой-то смуты, беспорядка и всего прочего. В сущности, это хаос, который ждет своего демиурга. И каждый философ должен выступить в качестве такового демиурга. И там уже можно говорить про детали, как этот жест, первый жест философа можно обозначить. С некоторыми именами я, например, категорически не согласен. Но в данном случае это не так важно. Мы должны не упускать главного, что это жест начала философии. И я бы хотел, чтобы наш дальнейший разговор как бы повернулся вот к тому, чтобы перестать описывать вот это состояние хаоса, а перейти, собственно говоря, более подробно к самим этим жестам начинания. А так и будет. У нас вторая часть предположена как конкретизация философских тестов. Сергей Федоров, кто-то знает, кто-то не знает. Но у меня тоже, собственно говоря, реплика, связанная с началом философии и с тем, что все время философии скудно, потому что и начинается философия тогда, когда, собственно, закрывается явление божественного в мифическом слове, когда оно перестает быть явным, сияющим и возникает, собственно говоря, эта любовь и тоска по мудрости, которую Платон уже там потом переформулирует в эротических терминах, да, как стремление. Но не было бы, скажем так, этого разрыва и закрытия, собственно говоря, и ощущения скудности, не было бы и философии самой. Философия все время как бы в скудном времени, да, осуществляется. Но в этом смысле вторая как бы мысль, которая мне пришла в голову, философия, да, есть некое культивирование и субъективности, и как бы мысли самой себя. Но вот у Фридриха Юнгера есть такая фраза, что культивировать можно то, что растет, само растет, то и можно культивировать. Дикий виноград превращается в культурный при условии того, что он есть. Как бы многообразие сортов винных винограда, оно вынуждено все равно возвращаться к дикорастущему, когда они заболевают, когда там тля поедает и нужно снова скрещивать, нужно проводить новую селекцию и снова ограждать его от всего внешнего мира, от сорных растений, болезней и так далее, и так далее. И мне кажется, проблема философии на сегодня заключается в том, что что-то перестало как бы расти, и это ощущение скудности и завершения, это есть внутреннее имманентное самочувствие философии. Ну вот, собственно, все, конец, реплик. И вот, да, Александр Васильевич хотел бы сказать о другом, и какие-то вопросы тоже возможны, да? Сколько помню, Кастасье Хайдегера, люди, которые содержат темы доклада, темы сегодняшнего круга стола, она, в общем, только начинается с Бергерлина и его указания на скудность. А дальше основная речь, в общем, идет о римике, в основном это, Корфея, Дуинских и Легии. В общем, там как раз речь идет о том, что скудность это не бедность вовсе, наоборот. И он специально говорит о том, что, в общем, богатство спрашивного технического. А скудность только в одном, в понимании правильных ориентиров и четко неколебимом, четко неколебимой бедности отношений и к каким-то столпам. Вот то самое ощущение перспективы бога. И это по всей теме истинное плако. И эта статья, она же, в общем, длинною связана с его работами о Ницше и уменьшениями о метафизике как воле и метафизике воли власти и ее завершении в событии техники. В общем, там плакость такой. Вот, смотрите, в связи с этим у меня два таких, в общем, ну, частично между собой связанных замечания, но лично для меня важных. Мы говорили о смелости, и она, конечно, нужна в общем любому ответственному человеку, в особенности, конечно, философу. Но смелость точно здесь не самоцельна. Вот, я вспоминаю наше обсуждение о двугодичной дабрости, в общем, мне, наверное, интересное, но на меня оно произвело такое гнетущее впечатление, я тут как-то затасковал, потому что основным мотивом очень быстро нашего обсуждения стал, начавшийся с разговора о философии как непременной смелости, непременном риске, дальше пошел разговор о, так сказать, или как бы любованию собственной рискованностью, и вот такой парад павлинов, когда, говоря о смелости философии, в общем, ему нас ведут, что и мы приедем тоже с нами, то есть, скоро мы имеем отношение к философии, это точно не так. И вот здесь вот без этой самоответственности смелость нас точно ведет, как и мощь технической воли, технического воля, ведет нас точно в шагу в ту сторону. И поэтому, вот, я бы здесь поддержал Александра Николаевича, что в этом смысле, философ, он, конечно, артикулятор, но, во-первых, скромнее нужно быть, потому что он все-таки не творец, точно не творец, не деятель, не акт, а чувствилище, слушатель и, конечно, артикулятор. И второй момент, да, поэтому, поэтому говорение и игра в эту самую смелость, она, в общем, скорее идет нам в минус, чем в плюс, если это не ответственное говорение, и мы точно совершенно не готовы нести самую высокую ответственность за эти слова. И второй момент, мы точно должны понимать, что, сколько бы ни было скудным время, смысл, смысл этой скудости, что там ощущение исчерпанности того, что вдохновляло, вот то, что втыкало, извините, да, за вульгаризм, оно теперь больше не втыкает, вот в этом, только в этом скудности. Так вот, на этом поле, конечно, мы действуем не одни. и в этом смысле вот мы должны быть более чуткими и более тонко чувствующими. И мы о ней говорим, конечно, не спустя. И еще один момент, на это поле никогда не бывает длительно, пустым, по крайней мере, долгое время пустым. Всегда есть конкуренты. И мы, вот смотря на наш современный мир, четко, в общем, видим этих самых конкурентов. И нужно, вот это нужно понимать, это момент необходимый совершенно для ориентации скудности. Это все. Спасибо. А, кстати, да, я думаю, что части конкурентов вы замечают в вашей второй части. И спасибо еще за один жест, важный, определенный жест, ответственность, конечно, это не было произнесено. Это не был жест. Да. Это не был жест. Определенность философского жеста, ответственность, которая не была произнесена, которую вы озвучили. Спасибо вам большое, дамыше. Меня зовут Эльмира, но профессиональное отношение к философии я не имею, это будет мой ресурс, я буду использовать это как ресурс. Но здесь очень странная ситуация получилась, потому что, если обычно начинают за здравие и кончают за упокой, здесь получилось наоборот, начали за упокой, а потом такие заздравные вещи, о том, что вот есть хаос и скудость, это хаос, из которого Демюр, философ, нечто новое создают. Я хочу вернуться к за упокойной части разговора, все-таки, Никита, обязывает. И если мы говорим о скудости и понимаем это как нечто плохое, а, собственно говоря, слово нам об этом сообщает, то мне кажется, что скудость философская сейчас и скудость для философа это в том, что мир остается нам непонятным. Вот философ делает усилие, но ничто не становится понятным. Если вот это понимание, которое философской деятельностью должно производиться, оно не происходит, в этом печаль. И почему не происходит? Что такое сильно изменилось в этом мире по отношению с тем миром, о котором говорил Гегель, почему понимание здесь невозможно? Не понимаем как будто бы мир. Вот это действительность, а действительность это мир как понятый мир. И Гегель как бы именно об этом говорит, именно об этом абсолютно просто завершает свой опыт, понимает сам себя. И это предполагает мир понятый, почему понятный и понятый мир это мир исторической действительности. Вот эта история с аватами нервы вылетает, да? То есть исторически понятный мир, он как бы вдруг рассыпался. И какая фигура здесь возникает? Почему? Кому? Кто остается в этом непонятном непонятном мире? И здесь вем два образа или, мне кажется, нам что-то сообщат, будет полезно. Это первый образ, это фигура вот этого опыт мусульманина, о котором говорит о Гамбе, то есть неартикулируемый, вот опыт, который переживает это существо, он уже никак не может быть. То есть мы его не можем высказать, у него нельзя возможно описать, из него ничего не возможно отелить. Это первая фигура, и вторая это фигура зомби, которая, вот представьте, теперь философ в мире зомби, но это две света эксперимента. И зомби что такое? Он как человек, он все делает, он может совершать, но у него нет опыта сознания. И как вам нужна философская деятельность или философ в этом мире зомби, да, как мы можем здесь его представить? И вот эти две фигуры, казалось бы, из разных миров, они все чаще и чаще, если просто даже мониторить вот такой интеллектуальный дискорс, они все чаще и чаще возникают, потому что они нам, наверное, что-то могут как-то помочь в попытке разобраться, как философ сейчас может действовать и кому, какие инструменты, какие подходы он может использовать. Вот, может быть, это будет полезно для дальнейшего разговора. Спасибо. Но насчет первого фигуры, это очень важно. А ее ответ на свидетельство. То есть мусульманин, да, это тот, кто связан со свидетельством. У него нет свидетельства, потому что он же не может ничего не может нам сказать. Понятно. Замя, блог. Да, я прошу прощения, может быть, из участников кто-то хочет вступить и отреагировать на то, что было сказано из истории? Я просто маленький допрос веку. Пожалуйста. Я, к сожалению, ну ладно. Я хотел бы вот присоединиться к тому эпизоду из выступления Александра Николаевича, извините, извините, Александра Николаевича, о Мондельштаме. Это, конечно же, первый, кто приходит в голову, и мне пришел, но я уж не стал. Вот, Мондельштам, и вот эта самая статья «Слово и культура», где он говорит о времени, вот только-только 19-й, там, или 20-й год, когда улицы Петербурга проросли травой, и вдруг все изменилось. У нас не еда, а трапеза. Это спутное время, да? И что самое главное, вот все говорили, вот там было, было, а мы живем во времени, когда мы в ожидании, что нам нужны, у нас появятся новые Катуллы, новые, я скажу теперь, новые Платоны, новые Аристотели, не потому, что они появятся, а потому, что оказывается, то, что было, это не полностью, это Платон, который еще только будет, а не который был. Вот мне кажется, этот поворот, опять-таки, внутри философии, потому, что тут очень много, мы говорили о жестах, ну, человеческих, вот, внимание, и так далее, а ведь стоит услышать все-таки это изнутри философии, как она сама порождает. Так вот, в частности, это означает, что то, что мы имеем в качестве истории и философии, в качестве завершенных этих самых фигур философов, которые мы прекрасно, вы прекрасно умеете излагать, преподавать и так далее, мы их преподаем в законченном виде, в таком виде, в каком Гегель закончил свою систему. Вот видите ли, это системы, не в том смысле, они, разумеется, системы, без системы никакой строгости, даже если это фрагменты, как у Ницше, это система, потому что строгая мысль. Так вот, не в том смысле, что они, системы какие-то, а в том смысле, что вот, мы можем сказать, что такое Платон, какую-то студенту часто спрашивают, ну, скажите, пожалуйста, в одной формуле, кто там, кто это. А вот это те мыслители, которые продолжают мыслить, это источники. Вот я последнее скажу, что вот эти самые, вот мой образ, я буду его развивать, вот эти сумерки, это между тем и чем, сумерки в истории философии. Мы знаем, знаем прекрасную, совершенно метафору, которую придумали и сами философы, естественный свет разума. Мы можем это вот, ну, это, чего там, 17 век, 18 век, естественный свет разума. Всё, это знак, вот этот символ, свет разума, естественный, что он единственный. Вот он, разум, сам по себе. Вот это мы и так будем думать, теперь. Потому что он, естественный, что значит? Да уже всё, уже не надо больше ничего обосновывать. Он стоит на самом естестве. Или чуточку мы отодвинемся в какой-нибудь там 14-13 век, мы получим сверхъестественный свет того же интеллекта разума. Да, и он окончательный. Вот он вам, Фома Аквинский, который весь этот свет нам высветил. Теперь мы можем понимать в этом свете. Вот мы назовём это днём. Философская история философии, это система таких дней. Но внутри этой истории есть сумерки, есть промежуточные этапы. Если мы заканчиваем вместе с Гегелем его систему, то мы должны вспомнить, что она, это логическая машина, она не останавливается. Она движется постоянно. Он говорит вот в этой цитате из истории философии, вот как ленив был мировой дух, что ему понадобилось 25 веков для того, чтобы... Погодите, какое это к этому имеет отношение? Время. Почему 25 веков, а не 50 веков? Почему не 2 века? Что это такое? Дух, который, видите ли, нуждается в каком-то времени, да ещё обвиняют его в лении. Так вот, теперь мы увидим, что если мы действительно закончили как бы с этим духом, то мы, проваливаясь, проваливаясь вот в это странное промежуточное положение, вдруг обнаруживаем со всей историей философии, что Гегель пропустил эти пропасти, эти вот сумерки, то есть, чего сумерки? Нового начала. Вот у Шеллинг был гораздо более чуткий, когда он сказал, Декарт стёр как губкой всю предшествующую жизнь, как будто никто не философствовал. Он начал всё с самого начала. Это фундаментальный жест философствования, всякого философствования. В самом начале у греков, когда мы не знаем до сих пор греческое чудо, мы не знаем, почему они начали философствовать. Все спокойно жили рядом и потом долго жили без всякого философства. Мудро. Вот тут очень большая разница между мудростью и философией. Это отношение к мудрости. И всё, вся загвоздка философии вот в этом самой проблеме. Начало. В чём это загвоздка? Простое логическое раскрытие самого понятия начала. Начало – это когда ещё ничего нет. Потому что если что-то есть, то уже началось. И начало – это, конечно, когда уже что-то есть. Потому что если ничего нет, то нет никакого начала. Вот эта ситуация, она и означает, во-первых, абсолютную скудость, у нас ничего нет. Более того, я согласен совершенно, что если у нас что-то есть, надо это освободиться. Как ребёнок, рождающийся с инстинктами, тогда он сначала от этого всего освобождается. Он становится пустым, а не рождаются пустым. И так же точно все это социальные. Значит, вот эта самая ситуация начала, я считаю, это то, что нам философия, не мы так думаем, вот как бы тут что. Вот все жесты, которые здесь перечислены, и ответственность, и скромность, и смелость, они все связаны с ситуацией, инициативы, начала. Мы обычно философию, историю классифицируем по принципам. Вот принцип такой-то, принцип такой-то. А есть другое латинское слово, которое означает то же самое начало, только как начинание. Инициум. Вот эта философия, это человек в состоянии начинания всего своего бытия. Я ещё по поводу винограда дикого. Вот да, действительно, каждое культивирование предполагает породу. За исключением одного единственного одного единственного растения или животного на земле. Это человека. Он парадокс человека состоит в том, что он свою собственную природу придумывает себе. А должен придумать так, как природу, а не как выдумку. Мы сейчас будем такими. Нет. Это должно быть, а как иначе? Вот, то есть, естественный свет. Значит, вот мы, парадокс состоит в том, что это начало естественного света, тем не менее, начало, которое должно быть неизвестно откуда получено. Потому что если откуда, это уже не философия. Вопрос можно? Да, вопрос. Начинается. Сейчас вот у меня уже, да, хотели... Только если можно, пожалуйста, громче, я не слышу. Не вопрос. Да, реплика. А, реплика. Мы уже, да, движемся. Я не могу навлечь на себя гнев, аудитория, несомненно. Но я хочу всё-таки вот вернуться к той дискуссии, которая начало разворачивалась в Фейсбуке, да, вот по поводу того, что всё-таки уместно ли говорить о скудости. И здесь вот ещё раз смело, решительно, я надеюсь, ответственно, хочу поддержать Александра Николаевича и призвать к хромности философии. Почему? Кто, да, вот обозначает время нынешнее как скудное? На мой взгляд, жадный Исчиславный. Философ, конечно же, да? То есть вот здесь, видимо, какая-то зависть проговаривающая. Ну, всё уже было. Ну, давайте, вот, фигура умолчания, да, вершина успеха философствования, богатства, чрезвычайная успеха, популярность, Маркс. Ну, вот, Гегель есть, а Маркса нет. Ну, уж извините меня, уж кому как, Марксу мы должны отдать пальму первенца и посмотреть, что стало в результате, да? Вот хороший философский эксперимент на гребне успеха. В каждой красной комнате, в красном уголке, каждой военной части полное собрание сочинения Маркса Эмбельса. Ну, куда уж успешнее, да? Ну, конечно, не Маркс, но проект был замечательный, философский, да? Ну, на мой взгляд, вот миллионы жертв, они просто вопьют, что хватит, да? Будьте скромнее, да? Давайте действительно лучше слушать других, да? Которые не призывают к экспериментам, да? И не пытаются победить всех конкурентов, да? То есть вот здесь вот такой контекст, да? Такой сюжет тоже очень интересен. Спасибо. Спасибо большое. Хотя мне, честно говоря, кажется, что когда мы начинаем говорить о скудных временах, мы, в первую очередь, имеем в виду себя в этих скудных временах, а не кого-то, над которым мы при этом поднимаемся. И, кстати, и, кстати, там же, если вы относились к дискуссии, было написано, что ни о каком сравнении не идет речь. И, кстати, ни у нас, ни, по-моему, у Хайдеггера, как раз наоборот, мы говорили о том, что это можно отнести ко всем временам, в которых начинается философствование. Поэтому, как бы, я вот за то, что у нас жесть скромности была все-таки соблюдена в некоторой достаточной мере. Игорь, пожалуйста, да? Абсолютно. А потом, начинка. Сейчас совсем коротко. Мне очень понравилась идея такого предложения двух фигур, которые позволят потом развивать дискуссию. У меня альтернативное предложение. У такого прекрасного писателя Итала Кальвина есть роман «Идеальный рыцарь», если я правильно сейчас помню. Там два есть персонажа исключительно замечательных. Рыцарь и его оруженосец. Рыцарь не существует, то есть это просто пустые доспехи, но это чистое сознание. Он всегда знает себя. Он всегда знает себя. И всегда знает правила, согласно которым надо поступать. А его оруженосец полная противоположность. Это то сознание, которое всегда направлено на что-то и пропадает в этом чем-то, потому что не может соотноситься с собой. То есть это всегда отношение к предмету, но никогда к себе. Вот эта вот парочка, вот из нее... Для тех, кто не слышал, это роман Итала Кальвина. Спасибо за образ. И мы... Последний вопрос из зала. Вот, пожалуйста. Меня зовут Вадим. Я всего один вопрос хочу задать. Я вообще больше всего думаю над основным вопросом сегодняшней дискуссии. Зачем философ в скудные времена? Я очень благодарен, конечно, за мысли и за идеи, которые вы изложили. Они действительно замечательные. Ими есть над чем подумать. Но во всем этом ускользает ответ на вопрос, так философ-то зачем? Причем не просто зачем философ, а в чем специфическая роль философа? То есть, что может сделать только философ в эти скудные времена? Ну, понятно, он может там быть скромным, он может созерцать, он может отрицать, но отрицать может кто угодно. Кто угодно может не соглашаться, кто угодно может протестовать, это все ясно. А сам философ-то, в чем его роль? Если сейчас не будет времени на него ответить, то потом можно будет ответить. Вадим Ильин. Я сначала сказала, что конкретике философского жеста, и повторила это в ответ на чью-то реплику, будет посвящена наша вторая часть. Или определенности философского жеста. Хотя, мне кажется, уже сейчас мы говорили в общем виде, и вот Анатолий Валерьянович наставил на том, что мы говорим изнутри философии, мы говорим о том, что, собственно, делает философ, и если это делает кто-то, то он делает это как философ. Вот если он что-то начинает, видя скудность времен, то всякое начало будет философским жестом. Но, повторяю, конкретизировать его, мы попробуем на второй части. Николай Борисович? Просто надо было внимательнее слушаться. Это достаточно. Ответ был прямой и совершенно однозначный. Причем в нескольких апостасах, в двух по меньшей мере. Во-первых, философ это тот, кто отвечает за вращение мышления в предмет необходимости. Видите ли, никто другой за бытие мышления не в ответе. Или в другом лице философ потому и вынужден ожидать впереди то ли цикуты, то ли гулаг, то ли не знаю что, что он уличает время в беспредметности самосознания. Вот в чем дело. А если ты не знаешь самого себя, твоя речь заведомо ложь. Поэтому любое слово философа это всегда оскорбление, это унижение по отношению ко всем власть над умами имущих. Вот тебе и просто. Вот зачем и нужно идти на риск. Это не просто базар какой-то. Том-то и дело. И это очень прямое дело. Другого дела и у нас и нет. Это же как дважды два. Об этом, по-моему, и шла речь. Вопрос можно? Вот если я правильно помню, название статьи Хайдегера звучит как для чего поэты? То, что нам предложили ознакомиться. Наверное, это некое и он рассуждает вообще-то о поэтах. Вообще-то. Не означает ли это, что поэтическое осмысление мира в некотором смысле глубже философского. Точнее, адекватнее. Оно в сумерках. И эти сумерки, это мы должны для себя решить. Это сумерки заката или это сумерки рассвета. Есть такая фраза «Мой первосвет творит меня сначала». Сначала он пишется вместе. Не с начала, а сначала это как значит он опять меня творит. этот первосвет. Вот. Спасибо. Можно я все-таки отвечаю на ваш вопрос, позволю себе коротко ответить, но если кто-то хочет, коллеги могут присоединиться. И тем самым заканчиваем нашу первую часть. Во-первых, мне не показалось, что Хайдегер вообще не говорит в этой статье о философии. Более того, когда он начинает говорить о Гёльдерлине, он говорит о том философском свете, на который ссылается Гёльдерлин. А если мы вспомним более близкую к нам историю, да, или вспомним там Бадью с его идеей философской подшитости, да, к поэзии, то, в общем-то, здесь это и имеется в виду, что философия, внимая другому, внимает поэзии, но именно философия внимает этому другому. То есть, ну, повторяю, да, конкретизация, вопросом философского жеста, может быть даже в отличие от жеста политического, мы сейчас начнем. Ну, первично поэзия. Вот, мне кажется, что вопрос, что первично, что вторично, он очень-очень идеологически ангажирован, давайте мы на него не будем сейчас отвечать. Да, Наталья Валерьевич. По поводу последних вот двух реплик, я хочу показать на этом примере зачем нужна философия. Вот, понимаете, вы спрашиваете, зачем нужна философия? А философия обратно, ну, философия, извините, я думаю, что их философия могла бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы где надеетесь получить ответ? В смысле, что это такое, зачем? В каких таких зачем, затем, да, вы надеетесь или хотите получить ответ? Быть может, в том, чтобы вы представляете себе полем ответа, философия не найдется места. Вполне может быть. Поэтому, философия, вот если бы философия задавала ваш вопрос, она бы прежде всего спросила, я что имею в виду, когда спрашиваю, зачем? Теперь вы говорите, точность, адекватность, поэзия гораздо точнее, гораздо адекватнее и так далее. Адекватнее, не точнее. Адекватнее, ну, хорошо, адекватнее. Адекватность, что такое, извините? Вот, я не спрашиваю вас. Адекватно с сумерком. Адекватно с сумерком, это, что такое сумерки, то есть, которые не есть, просто есть. Состояние неопределенно. Значит, неопределенность. Вы сказали, что слово постигает или понимает, да, что она адекватно делает? Выражает. Поэзия тоже выражает. Прекрасно. Она выражает. Вот теперь давайте, то есть, я не буду спрашивать. уже потом осмысляет. что выразила образа. Короче говоря, философ такого рода может сказать вещь, но он немедленно спросит себя, что, собственно, я имею в виду. В данной статье вот, Хайдегер вторичен по отношению Хайдегер А вы знаете, в этом смысле который вам Хайдегер написал. Мы этого не скрываем. А почему вы решили, что философия претендует на первичность? Вот на самом деле мне кажется, что этой претензии у философии как раз и нет. И вот я сейчас теперь ответственно заявляю, что я передаю образы правления и ведения Артема Артемия Владимировича, и мы переходим ко второй части, и он сам решит, что сейчас дальше делать. Но мне кажется, что во многих своих идеальных лучших вариантах философы не говорили о философии как первичной и не говорили о ней как о царице. В частности, как известно, Кант называл философию служанкой. Служанкой других наук, но не той, которая несет за госпожой Шлейф, которая несет перед ней факел, но это не первичный вот в этом смысле. То есть у философии если следует замечанию, она скромна. И поэтому, если вы ее хотите, так ты не первичная, такая философия знает, не первичная. Мне так кажется. Я не за нее. Начало? Это возвращение к началу. Вот Анатолий Валерьевич с этого... Так, все, я передаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok